Всем бонжмур? Бонжур, вы поняли. Всем бонжур, меня зовут Полина, и сегодня есть настроение поговорить про главные книги канала. Для начала нужно объяснить, что же такое главные книги канала, по моему мнению. Это те книги, которые, естественно, отвечают моему вкусу, и про которые я настолько много и часто говорила на протяжении этих пяти, уже пяти с половиной лет, введение здесь, в своей площадке, что, наверное, они очень плотно ассоциируются у зрителей, конкретно с моей персоной. Мне кажется, что такие книги есть вообще у каждого книжного канала, есть каналы, к которым плотно привязалось имя писателя Александр Полярный, но и есть такие книги, естественно, у меня. Вот сегодня я про них и расскажу. Да, сразу скажу, что есть отдельные обзоры на каждую из книг, о которой я сегодня буду говорить, но при этом я прекрасно понимаю, что зрителей становится все больше, и не все обращают свое внимание в прошлое, поэтому, если что, все ссылки на конкретные разборы будут в описании, там все по-другому, там меняюсь я, там меняется качество, но что есть, то есть. Пожалуй, начать все-таки нужно с Бродского, потому что именно с него начинался мой канал 16 апреля 2015 года. Бродский среди нас, Элендей, Профер Тисли, это была свежая на тот момент книжка про Бродского, и я, естественно, как поклонница поэта, сразу же ее приобрела. Бродский вообще для моего вкуса, для моего канала, для моего мировоззрения играет огромнейшую роль, и можно справедливо говорить, что это мой самый любимый поэт. И да-да, многие, кто помнит такое явление, как ванильные девушки, сейчас скажут, что это банальщина. Но моя любовь к Иосифу Александровичу вышла чуть дальше с подоконника и развивается по сей день. Вот, например, не так давно мне повезло отметить день рождения Иосифа Александровича в музее полторы комнаты, который, наконец-таки, открылся зимой прошлого года. И там я приобрела еще одну книжку, вскользь вам про нее расскажу тоже, многие из вас наверняка с ней знакомы. Это фотоальбом, то есть здесь только фотографии, есть немножко текста, который знакомит вас с пространством, в котором рос, взрослел Иосиф Александрович. Фотографии, которые вошли в этот сборник, сделаны Михаилом Мильчиком, который также имеет прямое, прямейшее, я бы сказала, отношение к музею. И, знаете, у меня сложилась некоторая такая традиция, я когда побывала в Венеции на Сан-Микеле, потом в моих лапках оказалась Венеция Иосифа Бродского, тоже выполненная вот такими фотографиями. И вот после посещения полутора комнат теперь и эта книга. Кстати, на бусте для спонсоров, для тех, кто поддерживает дополнительный контент канала, вышел огромнейший пост, в котором я рассказываю в подробностях и о музее, о своих впечатлениях. Там же больше фотографий существенно, так что, если вдруг что, можете обратить свое внимание. Но Бродский, да, это не то чтобы главная книга канала, это просто один из главных людей моего канала. И вот тут сейчас будет удивительно, потому что еще один главный человек для моего канала это Стейс Крамер. Я не буду показывать вам ее книгу, потому что у меня ее нет, я читала ее в электронном варианте, но, знаете, вчера меня настигла ностальгия. Я сидела и думала, ну, Настя, Настя, куда же ты пропала? Я реально очень жду новых книг. Да, в 2019 году вышло продолжение истории Глории, которая называлась «Обиссаль», но где же еще? Я хочу еще продолжение, я хочу больше. Настя в последнее время, судя по всему, судя по ее соцсетям, не особо как-то планирует возвращаться в литературу, хотя кто знает. Но я прекрасно помню, когда очень много лет назад я сделала обзор ее книги «50 дней до моего самоубийства». Кстати, да, YouTube заблокировал монетизацию на этом ролике, судя по всему, из-за самоубийства, ну да черт с ним. Ролик этот внезапно оказался очень популярен, и тогда я, в принципе, поняла, какие именно обзоры должны привлекать зрителей. Но не то чтобы должны, они их просто привлекают. И, естественно, отказываться от большого количества просмотров было бы, наверное, с моей стороны лично, с моим мировоззрением, несколько глупо. Я уже очень плохо помню сюжеты этой книги, то есть я помню основную канву, что девочку настолько заколебало все вокруг нее, что она решает покончить с собой. В течение какого-то времени она планирует вести дневник, чтобы писать причины, по которым ей стоит или не стоит, вот серьезно. Уже плохо помню, но помню, что я отлично повеселилась, и когда снимала обзор, и когда читала продолжение. Эх, честно, Стейс Крамер, я так скучаю по твоему творчеству. Это сейчас без сарказма сказано, без ничего, потому что, ну, книга действительно была очень и очень популярна. Более 100 тысяч экземпляров АСТ продали в течение вот времени, что ее книги выходили. Был огромный скандал с этой книгой, многие говорили, что именно Стейс Крамер сподвигла многих подростков на создание так называемых групп смерти. В общем, было очень много ора, было даже принято решение заменить название книги и просто сделать его другим. Эх, прекрасная была раньше литература. Ну, на самом деле, ее можно было именно читать, а не просто перелистывать странички в течение часа, как это сегодня бывает с работами Александра Полярного. Жаль. Я очень надеюсь, что Стейс Крамер вернется на писательское поприще и вновь будет радовать нас своими текстами. Еще одна книга, которую я считаю главной книгой своей площадки, это, конечно же, Владимир Набоков и его Ада. Да, сразу скажу, писать мне, когда же выйдет все-таки переиздание книжки у издательства Азбука, не нужно. Я не работаю в издательстве и категорически не знаю, планируют ли они вообще переиздавать Аду. Поэтому лучше все-таки написать конкретно им в Инстаграме или на почту и разобраться, если вдруг вы до сих пор не можете найти эту книгу. Но Аду я вообще читала, когда мне было лет, наверное, 16, я уже с трудом помню, то есть почти 15 лет назад. И с тех пор я периодически перечитываю этот роман, потому что, как по мне, это самая высшая точка творчества и способности Владимира Набокова использовать слово для того, чтобы донести до читателя всю чувственность истории, которую он придумал. Здесь у нас нечто вроде по факту фэнтези, то есть это некий другой мир, но при этом этот мир очень сильно напоминает Россию 20 века, ну и не только Россию. Здесь есть брат и сестра, которые не знают о том, что они брат и сестра, и между ними возникает чувство, любовь, страсть и, конечно же, здесь есть инцест. Да, Набоков не был бы, наверное, Набоковым, если бы не затрагивал какие-то острые моменты взаимоотношений, можно вспомнить Лолиту, но Ада, как по мне, стала еще глубже, еще тоньше, еще интересней и еще прекрасней, потому что слог Владимира Набокова я могу нахваливать буквально часами, и никто не сможет меня остановить. Хотя вы можете выключить этот ролик, я это прекрасно понимаю, но я надеюсь, что вы этого не сделаете. Поэтому прекращаю бубнить про Набокова и возвращаюсь к другим книгам. Еще одна книга, которой я действительно восхищаюсь и по сей день, это Жаумы Кабре и его роман «Я исповедуюсь». Это невероятная книга, написанная от лица персонажа, который теряет память. И по сути мы читаем воспоминания такие разрозненные из Альцгеймера, которые Жаумы Кабре доносит до читателя с помощью своего слова. Мне очень нравится стиль Жаумы Кабре, и я помню, кажется, когда я даже делала обзор, я говорила, что чем-то он мне напоминает Набокова, потому что это действительно филигранная работа с текстом. И Жаумы Кабре, это его, кстати, последний роман, потом вышли еще остальные прочие, то есть у нас есть такая инверсия в издании Жаумы Кабре в России. Вышли потом «Голоса Памана», вышла потом «Тень Евнуха», тоже прекрасный роман, «Голоса Памана» понравились мне меньше. И вот совсем недавно еще я прочитала «Вашу честь Жаумы Кабре», и не могу сказать, что это было так же феерично, как я исповедуюсь. Все-таки, с учетом того, что это четвертый роман Жаумы с конца, здесь не так сильно все, вообще, ну, история сама по себе сильная. То есть есть некая известнейшая певица Орлеанский Соловей, которую находят мертвой в ее номере, когда она приезжала выступать в Барселону, и начинают по факту искать виноватого, кто же убил женщину. Находят юношу, который с ней переспал накануне, но все не так просто, потому что он не убивал. Здесь много исторических персонажей, и вообще много историй о том, как проходили раньше и судебные процессы, и расследования, и вообще об устройстве судебной и тюремной системы Испании того времени. Но не могу сказать, что я осталась в восторге, хотя книга после работы Инстасамки, конечно же, была кратно лучше. Я думаю, это вообще даже не стоило пояснять. Но вот я исповедуюсь, великолепнейший роман. Если вдруг вы еще не знали Жаумы Кабре, то я вам настойчиво рекомендую обратить внимание на его книги. А сейчас я покажу вам Воль. И еще пара книжек от Азбуки. Также это Мариша Песл, ее ночное кино и ее «Некоторые вопросы теории катастроф». «Ночное кино» вышло у нас первой, и затем уже издали «Некоторые вопросы теории катастроф», дебютный роман Мариши Песл. Первый роман Мариши мне понравился больше, в нем есть некоторые моменты, как нынче говорят, дарк-академичности, и мне это действительно симпатично, это приятно моей душе. Мариша Песл пишет тоже в некотором витиеватом набоковском стиле, и переводчики постарались на славу. По крайней мере, вот первые ее два романа существенно лучше, чем третий фэнтезийный некий янг-адалт, который мне категорически не понравился. Тоже оставлю вам ссылку в описании, под конец года он был для меня вообще максимальным разочарованием. Но первые ее две книги, конечно, это феерия. Знаете, этот ролик для меня своего рода испытание, потому что мне всегда очень трудно говорить о книгах, которые мне очень и очень понравились. «Ночное кино» Мариши Песл расскажу сначала про него. Это книга про очень-очень-очень удивительного режиссера. У него погибает дочь, и есть главный персонаж, это детектив, который расследует это странное дельце. Вот так все банально звучит. Но по факту книга даже местами, я бы сказала, жутковатая. Когда я ее читала, а читала я ее залпом за один день, мне было местами даже как бы страшновато просто покинуть диван и уйти в другую комнату, чтобы попить водички. Это действительно так. И в «Ночном кино» очень грамотный, наверное, посыл психологический. То есть читать эту книгу нужно не просто как банальный детектив, а именно как психологический триллер. И тогда все с вами будет прекрасно, ясно, понятно. Некоторые вопросы теории катастроф. Главная героиня здесь – это Синь Ван Мейер, гениальная девушка со специфическим разумом, которая мне чертовски нравится. Это, возможно, один из моих любимых женских персонажей в книгах, ну, по крайней мере, после Ады. И я должна сказать, что вот эту книгу я бы, наверное, рекомендовала читать, даже если вы не любите триллеры, детективы. Потому что здесь эта история, она хоть и есть, но все-таки речь не об этом. Речь о том, как девушка очень специфическая пытается ужиться с другими детьми. И? И? Что бы вы думали? Ммм? Какая еще книга должна быть в этом списке главных книг для моего канала? Конечно же, блин, земля. Мне кажется, землей я буквально пробила макушку каждому. Если бы утюг был социальной сетью, я бы зарегистрировалась в этом утюге и просто визжала и там о том, какой Михаил Елизаров написал гениальный роман. Я с нетерпением жду продолжения. Знаю, что оно должно быть, не знаю, когда точно, но оно точно будет. Так что сидим и ждем ближайшие 10 лет, когда Михаил Елизаров напишет продолжение истории Кротышева. Этот роман называли первым масштабным осмыслением русского тонатоса в художественной литературе. В чем-то я соглашусь, в чем-то как бы не соглашусь. Потому что, да, в книге много чернухи. В конце концов, у нас главный герой отправляется работать в ритуальное агентство. Но, опять же, метафизика и специфика этого романа, она настолько соответствует представлениям нашим, даже школьным представлениям о том, какая должна быть классическая литература, что я просто в восторге. На самом деле. Я все порываюсь перечитать Землю, потому что мне очень хочется вспомнить, насколько это потрясающий роман. Во всех деталях, со всеми подробностями. Я снимала большой-большой разбор этой книги, поэтому, если вы вдруг его не смотрели, я просто вот говорю вам, обязательно посмотрите. Посмотрите, там у меня еще длинные волосы, и это никого вроде бы не раздражало. Ну и под конец из недавних главных книг, это, конечно же, Иерусалим. Да, в ближайшее время я надеюсь выпустить разбор третьей и четвертой главы Иерусалима. Вроде бы, вторую мы уже разобрали. Ожидайте, скоро будет. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, почему Иерусалим это тот роман, который нужно всем прочитать. Я уже очень много роликов про эту книгу снимала, и надеюсь, что многие из вас все-таки приступили к прочтению или приступят в ближайшее время, ведь, в конце концов, у многих все-таки будут каникулы, и вдруг вам будет нечем заняться. Как бы странно это ни звучало. Но да, Иерусалим завершает такой список главных книг на моем канале. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте посмотреть в описании, потому что там я оставила вам прямые ссылки на все разборы книг, про которые сегодня говорила. Ну и напишите мне в комментариях, вдруг я что-нибудь упустила, но вдруг, опять же, какую-то книгу вы напрямую ассоциируете с моей площадкой, потому что когда-то услышали здесь рекомендации Оной. Надеюсь, что у нас получится такой масштабный список, что ни одной землей Полины известно. Ну, как сказать, землей известно. Настойчивым просто вдалбливанием в голову, что землю нужно прочитать теперь еще и Иерусалимом. Надеюсь, что мы с вами будем и дальше читать вместе.